Всем привет! Сегодня у меня возникла идея поделиться с вами такой хорошей новостью. Как организовать рабочий стол удаленно себе в связи с нашими всем известными обстоятельствами. Многие предпочли бы работать дома, но есть проблемы с доступом к компьютеру. Приходится таскать или ноутбук с собой, или с дома как-то. Короче, есть куча возможностей работать удаленно, но все они стоят каких-то денег, надо как-то все это настраивать. Если есть толковый администратор у вас знакомый или на предприятии, ну, наверное, это все решается. Но бывают случаи, когда простыми доступными средствами надо на каких-то там несколько часов, а то и дней, получить доступ к своему рабочему компьютеру и при этом не быть на работе удаленно, так скажем. Существует всем известная куча программ, Time Team Beaver, а потом, ну, то есть их очень много. Но все они имеют большое-большое такое неудобство. Через какое-то время вас начинают выкидывать из этой программы, там, через какие-то 5-10-15 минут, и реклама вам постоянно напоминает, что надо бы купить эту программу. То есть дешево и сердито пользоваться долгое время вы не сможете. А в конце концов это раздражает, и человек бросает это занятие. Что можно в этом случае поделать? Значит, я долго искал возможности всякие, и пока сошелся на том, что самое лучшее, что может быть, это... Вот я набираю... Есть такая, я вам покажу. Light Manager.ru. Опять нас выручают братья-россияне. У них есть замечательная утилита Light Manager. Я бы сказал, я ей пользуюсь уже не первый год. Просто сейчас такая ситуация, что... Ну, решил, что может быть кому-то, кто разбирается в компьютерах, в IT-технологиях и прочее-прочее. Но есть тысячи людей. То есть для тех, кто не в теме, что называется, смотрите, у вас на работе стоит компьютер. И у вас там все документы, и у вас там какая-то программа. Даже бухгалтерская или еще какая-то. Вы можете с дома зайти на свой компьютер и работать на нем, как будто бы вы сидите за ним. Но на самом деле вы будете находиться где угодно. Дома, да где угодно. В любой точке мира. Лишь бы у вас был интернет достаточно такой шустренький. Так вот, для того, чтобы все это организовать дешево и сердито, при этом бесплатно. Бесплатно. Уверяю вас. Пока бесплатно. Хотя уже несколько лет это бесплатно. У них есть платная версия и бесплатная версия. Потом расскажу, в чем разница. Что нужно сделать? Открыть LightManager.ru, скачать для Windows. Ну, или выбираете свою платформу. Я буду рассказывать про скачать для Windows версия. Последняя. Вот, скачиваем. Вот он. Шестой раз я его скачиваю. Но я им пользуюсь регулярно. Поэтому обновляю версии. И там, наверное, уже куча, куча, куча всего. После этого, в принципе, значит, я делаю так. Ну, для себя. Я делаю, я его разархивирую. Распаковать. И распаковываю. Ну, то есть, эта программа скачается к вам в компьютере zip. Заархивированная. Желательно ее распаковать. Вот как она, видите, превратилась в обычную. Открываете. Здесь не будем долго рассказывать обо всем. Просто есть два файла. Сервер и вивер. Сервер ставится на ту машину, которая у вас удаленная. А вивер на ту машину, с которой вы будете работать. То есть, если вам надо получить доступ к машине на работе. На работе надо поставить сервер. Дома надо поставить вивер. Это вот ключевая вещь. Ну, давайте ставим вивер. Для начала. Покажу, как это все происходит. Все понятно. Тут везде жмете next. Соглашаетесь с условиями использования. Папку назначения можете не менять. Происходит инсталляция. Да. Нажимаете кнопочку. Если у вас есть какой-то более-менее приличный антивирус. Он может вырубаться, что там что-то не так. Вы ему говорите добавить в исключение. Запустить. Light Manager Pro. Вивер. Запустить. Ну, смотрите. Он у меня сразу запустился. Так как он у меня уже был раньше инсталлированный. Файлы ключевые. Тут куча-куча-куча соединений. Так вот. Бесплатная версия. Это Light Manager. Light Manager. Вивер. Free. Когда при установке первый раз он вас спросит. Вы хотите ставить Free версию или Pro. Если вы выберете Pro, вам надо будет купить лицензию. Если вы выбираете Free, вы можете пользоваться им бесплатно. Ограничение лишь в том, что вы можете подключить всего. Всего. Для России это всего. Для нас это не всего. 30 удаленных машин. То есть, представляете, 30 можно бесплатно. Вот ставите 30 удаленных машин, которые у меня уже тут есть. А вы можете себе одну добавить или две. Ну, смысл не в этом. Смысл в том, что главное выбрать галочку Free. Запомните. Тогда это все бесплатно. Все. На этом дело заканчивается с вивером. И ставим сервер. Теперь сервер. Тут я вам покажу на одной машине. Но ставите сервер на той машине, на которую надо зайти. Ну, допустим, это работа. Вот на работе. Надо скачать точно так же. Не будем уже повторяться. На работе надо скачать точно такой же файлик с сайта Light Manager. Но дома вы ставите Light Manager Pro, вивер, а на работе сервер. Ставим сервер. Вот галочка. Интегрировать Light Manager в системный firewall. Обязательно эту галочку надо поставить. Она и стоит по умолчанию. Иначе ничего не сможете пробиться через защиту вашего компьютера. Вот он ставится. И после этого он инсталлирован, считается. Подождать надо. На все вопросы отвечаем да. 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 Вот здесь видите пароль. Пароль защищен паролем. Здесь, конечно, надо придумать пароль, который знать будете только вы. Сменить, установить. Вот нажимаем галочку. Сменить, установить. И набираем пароль, который знать будете только вы. Два раза. Один растут, второй растут. Пароль придумывайте. Любой. Просто его надо запомнить. С этим паролем вы будете запустить Light Manager Server Pro. Запустить. Finish. Да, отвечаем. И, как правило, он появляется вот здесь. Вот она, синенькая мышка. Когда он запустится первый раз, он будет отключен. Видите, вот тут надпись. Вам надо нажать кнопку соединить. Дождаться, пока вот эта надпись станет зеленой. И будет написано соединен. Появятся цифры. Вот эти цифры, это ваш ID, который надо записать на бумажку. И дома, когда вы приедете, этот ID понадобится вам, чтобы зайти на компьютер на работе. И еще одна важная деталь. Нажать надо опции. И тут поставить галочку. Автоподключение. Для чего эта галочка? Эта галочка для того, что если кто-то выключит ваш компьютер, или вы сами его выключите, в следующий раз он включится, и вы не сможете к нему подключиться из дома. Если стоит галочка автоподключения, значит вы автоматически... Он сам запустится. То есть этот самый сервер будет запускаться вместе с запуском компьютера. Все, после этого мы можем закрыть. То есть должно быть, еще раз напоминаю, соединен, гореть. И стоять галочка автоподключения. После этого закрываем. Все, и идем домой. Можно просто выключить монитор и идти домой. Теперь приходим домой. Так, запускаем вивер. Сейчас мы поищем, где он у нас. Вот он, иконка вивер. Запускаем. Он откроется. Дома у вас не будет, как у меня тут, куча соединений. Будет пусто. Ваша задача нажать, добавить новое соединение. Значит дома вы просто... Тут будет пусто. У меня другие соединения. 29. Вот 30 последнее добавляю. И сюда набираете ID, который вы записали на работе. Вот эти цифры. И нажимаем ОК. Ждем. Он пишет, соединяемся. Соединен. После этого он запросит пароль. Ничего не нажимаете. Тут бывает очень долго надо ждать. Вот этот своеобразный, может быть, минус этой программы, что иногда соединение устанавливается не моментально. Надо подождать, пока он там пропишется. Канал данных организует. Потом ждем. Даже несмотря на то, что вот тут уже что-то появилось, мы ждем до того момента, пока он не спросит пароль. То есть ждать надо обязательно. Вот появился пароль. Теперь мы набираем тут пароль, который мы написали. Ставим. Если мы дома, и это наш компьютер, то тогда просто ставите сохранить пароль и автологин. И он запоминает пароль. Не надо будет каждый раз для подключения к рабочему компьютеру набирать этот пароль. ОК. Если компьютер не ваш, лучше этот пароль не запоминать. Вот, смотрите, уже появилось. Теперь мы у нас правой кнопкой мыши нажимаем на этой иконке. И тут есть управление мышкой клавиатуры и просмотр удаленного экрана. Управление. И, о чудо, на моем компьютере появился еще один экран. Это удаленный компьютер, который я могу зайти, что-то там сделать. Если, вот видите, достаточно все шустро работает. Вы можете запускать какие-то программы, приложения, даже работать, файлы пересылать, почтой пользоваться. Ну, что угодно. Ну, например, я хочу Word открыть. Вот я раз нажимаю, открывается. Что-то открывается. А, ну, он предлагает мне этот Word 360. Ладно, не будем мы тогда Word открывать. Ну, идея понятна. То есть, простым движением руки мы подключаемся к удаленному компьютеру, который от нас за тысячи километров, или за 40, или за 50, и при этом бесплатно. И вас не выкинет, как TeamWeaver, или там другие утилиты, которые требуют денег. Здесь вы будете работать уютно. Если вас не ускоряет скорость, тогда наводите мышкой вот сюда. Бывает так, что подтормаживает реально там медленный интернет или что-то. Тогда можно нажать на настройки. Так, настройки. И вот здесь есть цвет. Видите? Можно поставить 8 бит. При этом ускорится работа. Смотрите. Упс. Мы видим, что цвет поменялся, но за счет меньшей передачи данных ускорится работа с удаленным рабочим столом и с программами. То есть, вот видите, открываю практически. Я не скажу, что я сижу как будто бы на этом компьютере. Но быстро же, вы же видите, да? Достаточно быстро. Если все устраивает скорость, то, конечно, лучше работать уютно. Скорость остается та, которая вот. Потому что, в принципе, даже вот при такой настройке можно запросто работать. Тут еще куча других настроек есть. Вы можете скопировать удаленный буфер обмена. Это что значит? Это на этом компьютере удаленном. Есть, например, какой-то, я не знаю, что там, буфер обмен. Ну, допустим, этот ярлычок. Я его копирую. Нажимаю правой кнопкой копировать. Тут есть копировать буфер. Вот, смотрите, установить удаленный буфер обмена. Получить удаленный буфер обмена. То есть, я с этого компьютера просто получаю что-то. Текст копировал какой-то или ярлык, или что-то. Просто нажимаю. Все, получил. Вот он, раз. Все. И теперь тут я могу вставить. И вот появился этот ярлык. Мы не только можем управлять удаленным столом. Мы можем перекачивать файл оттуда. Что угодно делать фактически. Тут есть другие режимы еще. Сейчас печататься можно. Мультимедиа, что-то есть еще. Блокировать, выбор. Вот, другие режимы. Видите? Вот тут надо тоже. Походите, посмотрите, что-то вам может. Передача файлов. Открывается такой менеджер, на котором С это ваш компьютер, и С это удаленный компьютер. Вот написано удаленный компьютер. Локальный компьютер. И вы можете с удаленного компьютера легко и просто перекачивать файлы к себе на компьютер. К примеру. Очень удобная программа. Вот. Все. На этом прощаюсь. Я надеюсь, что в наше время кому-то это может пригодиться. Потому что сейчас это как-никак актуально. Да и просто для каких-то других целей. Все. Всем удачи. Всем пока. Можете не благодарить. Ставьте лайки просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok